Сегодня опять говорим про цену биткоина. И да, ребята, вы все правильно прочитали. Биткоин сделает вас миллионером. Я прогнозирую, то что биткоин поднимется до 10 миллионов долларов, при этом на порядок быстрее на самом деле, чем большинство из вас быков думает. Поговорим сегодня об этом. Расскажу вам, что я планирую на этот забег биткоина, который уже начался и который продолжится, продолжится дальше и даже превысит наши ожидания. У меня есть некоторая статистика. Возможно, некоторые вещи, которые я расскажу вам, которые мы обсудим сегодня, могут быть не самыми новыми для вас. Но некоторая статистика, которую я поделюсь с вами сегодня, точно удивит вас, по сути покажет вам и убедит вас, что то, что я говорю сегодня, что мои прогнозы сегодня, скорее всего, очень вероятны. И давайте начинать. Вы знаете, что у нас недавно началось, а у меня тут дождь начался. Итак, вы помните, что у нас произошло недавно. Мы, по сути, начали институциональный забег. У нас не только мультимиллионеры, у нас миллиардеры залетают в нашу область. Все институционалы присоединяются к нам. И если все подытожить, у нас примерно 4 тысячи миллиардеров во всем мире. И примерно 15, хотя на самом деле 14, 15-14 миллиардеров уже публично признали, что купили биткоин. По крайней мере, они должны это публично признать. И есть некоторые, кто купил биткоин секретно. Получается примерно 15 миллиардеров уже в биткоине. Это значит, что только 1%, 1,2% всех миллиардеров закупились биткоином. И есть 98% миллиардеров, которые даже не старались инвестировать в биткоин. И, блин, у меня тут ливень начинается. Вау. Вы просто посмотрите. Я сейчас домой побегу. Окей, это был, наверное, самый сумасшедший забег в жизни. Давайте продолжим здесь. Только что добежал до своей виллы. И у меня есть еще много вещей, про которые я хотел бы вам рассказать. Как я говорил что-то, что я расскажу сегодня, вы уже слышали. А что-то точно вас удивит. Как я уже сказал, у нас только 1% миллиардеров инвестировали в биткоин. Это значит, что еще 99%, которые еще потенциально могут инвестировать в биткоин. Даже если 20% это сделают, это уже много. И также, я только что посмотрел, у нас есть около 7000 долларовых миллиардеров. И просто подумайте, ребята, это простая математика. И я покажу вам один график, который полностью снесет вас с ног. Я вам обещаю. Но давайте все-таки начнем с фундаменталов. Начнем с базовых вещей. У нас есть 7000 институционалов-миллиардеров. Давайте скажем, что только 5%, 350 институционалов соберутся купить биткоин. Но я считаю, что их будет на порядок больше. Посмотрите, сколько из них сейчас держат золото. Если они возьмут хотя бы какую-то часть своих накоплений и вложат их в биткоин. Что ж, тут не нужно быть гением, чтобы понять, что будет с ценой биткоина. Но также, посмотрите, что Майкл Сейлор делает с микростратики. Он не только берет все свои деньги, ликвидирует их и на них покупает биткоин. Нет, на самом деле он делает кое-что поинтереснее. И многие люди спрашивают меня, почему Майкл Сейлор купил на 10 тысячах, а затем на 20 тысячах, на 30 тысячах, на 42, на 52. Почему он закупается все выше и выше? Почему он сразу всем не закупился? И вот что он делает. Он берет свои располагаемые доходы у всей компании. Он берет все эти деньги у Майкростратиджи и закупается на них биткоином. Но затем, ребята, вам нужно держать это в голове. У нас долговая система. И вот что он делает, и что потенциально будут делать остальные миллиардеры. Они будут брать биткоин, который они уже держат, будут собирать его, и затем будут занимать, давая его в долг. И у них будет все больше и больше фиата. И вот что я всегда говорил, я на самом деле это, скорее всего, услышал где-то, но я не помню. Для биткоина нет потолка, а для фиата нет дна. То есть потенциально есть бесконечное количество фиатных валют, с помощью которых можно купить биткоин. Причем полностью ограниченное количество. И это уже начинается. Если смотреть на недели, он уже понял это. Майкл Сейлор и Майкростратиджи уже покупают биткоин. И они не остановятся. Они начали примерно с двумя сотнями биткоина, а сейчас у них уже 19 тысяч. И это уже значительное количество от всего оборота. И затем мы говорим еще про 6999 миллиардеров, которые потенциально могут купить биткоин. И вот что мы, скорее всего, увидим. Возможно, даже не в этом году, но в ближайшем будущем. Я сейчас говорю про ближайшие года. У нас сейчас уже 30% инфляция. И я сейчас говорю про гиперинфляцию. Когда правительство стимулируется на то, чтобы печатать все больше и больше. Для того, чтобы немного поднять экономику. Даже не так, скорее, чтобы поднять финансовые рынки. И, возможно, вот будут они управлять всем этим 4 года. И все это потихоньку перельется в будущее. Они так и будут банку пинать по дороге. И это уже затронуло биткоин и затронет его в будущем. Поэтому просто подумайте обо всем этом потенциальном спросе. Начал с самого простого. И теперь давайте продолжим. Итак, у нас спрос все больше и больше растет. А что насчет предложения? И еще раз, ребята, досмотрите это видео до конца. Кстати, ставьте лайки. Оставляйте свой фидбэк, если хотите больше таких видео. Знаете, я уверен. Я уверен, что 90% из вас согласятся со мной, что 10 миллионов долларов – это минимальная, неизбежная цена для биткоина. В любом случае, когда спрос продолжает увеличиваться, и я не говорю только про этот год, постоянно за последние 11 лет, за исключением всего нескольких месяцев во время медвежьего рынка, когда нам очевидно нужен был этот период вытряхивания. К слову, тогда и были сделаны все умные инвестиции. Итак, спрос постоянно увеличивается. И с другой стороны, у нас есть просто невероятно жесткий актив с ограниченным максимальным предложением в 21 миллион биткоина. И затем мы держим в голове, что никто еще не создавал такого актива в истории человечества. Даже золото не настолько дефицитное. При этом биткоин более портативный, его легче делить. Биткоин – это программируемые деньги. Ребята, я говорю о том, что вы действительно должны понять. Если биткоин упадет до 30 или 20 тысяч долларов завтра, вы должны быть рады. Вы должны быть рады и должны купить больше. И это, очевидно, не финансовый совет, ребята. Всегда принимайте свои решения. Итак, у нас есть постоянно растущий спрос. И это простая экономика. Как вы знаете, я учился экономике. Знаете, я не любил школу, не любил университет, но экономику я люблю. Потому что она дает тебе понимание, как все работает в мире. Итак, у нас здесь кривые спроса и предложения. Итак, мы здесь видим, что спрос потихоньку увеличивается. И не только потому, что мы двигаемся по кривой спроса. Мы двигаем саму кривую спроса. Потому что, по сути, добавляется все больше и больше групп, которые все больше склоняются на покупку биткоина. При этом в то же время предложение становится все более дефицитным. И я говорю не только про предложения, которые у нас есть в биткоине, а закодированное предложение, циркулирующее предложение, которое сейчас у нас на уровне 18,6 миллионов биткоинов. При этом максимальное предложение у нас 21 миллион. Все не только на этом завязано. Есть еще вопрос, насколько много биткоина из этих 18,6 миллионов, которые находятся в обороте, действительно доступны для продажи на рынке. Поэтому некоторое количество этих биткоинов, 6 миллионов, потеряны навсегда. Они больше не будут двигаться когда-либо. Если вы потеряете ваш приватный ключ, тогда этот актив больше никогда не будет двигаться. И получается, что 6 миллионов уже можно удалить просто. Поэтому со временем кривая предложения все больше и больше уменьшается. Предложения становятся все меньше и меньше. При этом у нас фиксированный актив. И при этом у нас еще есть 12 миллионов биткоинов. И вопрос в том, сколько этих биткоинов находится на биржах. Но что самое важное, сколько этих биткоинов не двигались за последние 12 месяцев. Давайте покажу вам еще один график. Это график, который я показывал вам в видео вчера. Как вы видите, циркулирующее предложение биткоина, большая его часть, в процентном соотношении, это не ликвидный биткоин. Во всей истории биткоина. 75% биткоиновых адресов, 70% биткоина, которые находятся на адресах, бездействуют. Они не двигаются. И они, скорее всего, никуда не сдвинутся. До тех пор, пока все не полетит по параболе. Потому что эти адреса, на них ничего не сдвинулось, когда мы упали с 14 до 3000. Эти адреса, большинство из них, не сдвинулись, когда мы ушли с 19 до 3000. На этих адресах ничего не двигалось. Даже в 2014, когда мы улетели с 2 до 20 тысяч, так зачем им продавать сейчас? И он, чейнметрика, показывает нам это. Посмотрите на график. Сейчас все находится на рекордных отметках. И сейчас мы видели, как все больше и больше биткоина выводилось из бирж. И сейчас мы видим, что все больше и больше биткоина бездействует. Больше и больше биткоина закупается в ходлинг-портфолио. И также все больше миллиардеров у нас заходят в наше пространство. Все больше институционалов заходят в наше пространство. И скажите мне после этого, что биткоин не дефицитный актив, и что его не нужно покупать и держать. Вы должны делать то же самое, что миллиардеры. Вы не должны делать то, что говорят вам медведи в Твиттере. Вы точно не должны делать то, что вам говорит Питер Шиф и его золото. Вам нужно делать то, что делает Илон Маск. Ракетостроитель, который создал огромное количество проектов. Построил все буквально с нуля. Компании типа PayPal, SpaceX, Tesla. Вы должны хотеть делать то, что делают эти ребята. MicroStrategy, Майкл Сейлор, Рэй Далью только что присоединился к нам. Он наконец-то один из нас. Я помню, я был в Швейцарии на мировом экономическом форуме. И он так ругал биткоин. Он слишком волатильный. Сейчас эти люди наконец-то понимают, что волатильность в математическом смысле просто неизбежна. Когда что-то небольшое растет. Амазон тоже был волатильным в 2000-м, 2001-м. И где Амазон сейчас? Вам нужно держать это в голове. Я создал этот канал не только для того, чтобы учить вас торговать. У меня этот канал не только для того, чтобы сделать вас самым прибыльным комьюнити в мире. К слову, в описании есть ссылки на бонусы. Вы сможете получить 700 долларов бесплатно для вашего торгового портфолио. После того, как кликните по ссылкам, после депозита и регистрации, вы получите бесплатные бонусы. Мы получим бонусы и вы получите. Я считаю, что это довольно честно. В общем, в первую очередь, я всегда говорю вам, что вам нужно ходлинг-портфолио. Биткоин дефицитнее золота. С биткоином вы можете избежать этой плавающей монетарной системы. Системы, которую лично я называю преступлением. 84 банка уменьшают вашу покупательную способность. И все это с самого их существования. Федеральный резерв не федеральный. Это не банк. Это просто центральный институционал в личном пользовании, который уменьшает вашу покупательную способность, печатая 24 на 7. И через второстепенные рынки они раздают это друзьям. Буквально бесплатные деньги друзьям. Все это вливается в экономику и уменьшает цену на еду, которую вы покупаете. Это всеобщий обман. И биткоин это единственный дефицитный актив. Децентрализованный, без посредника, который нельзя конфисковать. Именно поэтому у меня есть этот канал. И я надеюсь, вы залетели на этот хайп трейн. И я надеюсь, вы залетели на этот биткоиновый поезд. И это только первый поезд на пути к луне. Большое спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. И обязательно ставьте лайки для нового рекорда. Мы увидимся совсем скоро в новом видео на ММКрипто. И как обычно, ребята, пока-пока. Ну и последний раз, ребятки, напоминаю о том, что у меня есть теперь свой канал. И если вы хотите... И если вы хотите услышать переводы каких-то других видео, которые не относятся к ММКрипто, или узнать что-то про меня конкретно, тогда подписывайтесь на канал, который будет в описании.